Ответственный день для каждого участника конкурсного прослушивания. На кону возможность выступить в самом центре Санкт-Петербурга, на галоконцерте, приуроченном к 75-летию медали за оборону Ленинграда. Встретил в нем свет, И вот утром мне глупая с 19 лет. Прослушивание в музее-заповеднике Горки Ленинские лишь начало долгого пути отбора артистов для участия в реконструкции первых концертов Победы. Скоро такие кастинги состоятся во многих городах России, но начать организаторы решили именно с Московской области, что весьма почетно для региона. Для нас очень важно, что поддержать инициативу по сохранению исторической памяти в обществе, особенно по такому, ну скажем, очень значимому, очень чувствительному для всех нас, это Великая Отечественная война. Без возрастных ограничений. Здесь как опытные артисты с многолетним стажем, так и начинающие исполнители. Самой маленькой в 8 лет. Репертуар тоже разный, но есть одно, что их объединяет. Поют они песни военных лет. Специально делали ограничения и по репертуару, и по возрасту, и по вокалу. И академический вокал может принимать участие исполнители, и эстрадный. Надеемся увидеть талантов, детей, юноши, которые занимаются вокалом, которые горят вокалом, и которые исполняют именно репертуар военных лет. Марина Коновалова – одна из тех, кто увлечена вокальным искусством. На прослушивании она выступила сразу с тремя номерами, спела в дуэте и две сольные композиции. В частности, песню «Ласточка», написанную специально для прослушивания. Говорит, справиться с волнением и настроиться на нужный лад ей помогла атмосфера горок ленинских. Я первый раз нахожусь в ленинских горках. Здесь все такое сейчас осеннее, и, в общем, навевает военную печаль. То, о чем мы сегодня пели, о павших в боях. И, в общем, погода сегодня соответствует. Вся вот эта обстановка, она помогла создать такой военный образ. Галоконцерт пройдет в рамках Патриотической ассамблеи России, поэтому степень ответственности за организацию высокая. Мы приглашаем на Патриотическую ассамблею как раз еще живых ветеранов, которые награждены этой медалью. Их потомков, если есть. Но почему галоконцерт? Потому что мы считаем, что и Ленинград, и Москва показала, что большой вклад в оборону этих городов внесли люди творчество. Надеемся, что представители Московской области пройдут конкурсное прослушивание, и мы сможем увидеть их на главной сцене галоконцерта в Санкт-Петербурге, который состоится 22 декабря. Юлия Погосян, Владимир Рубежонов, Ольга Садовская, ВиднетВ.